Министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей дала пресс-конференцию на площадке Риадагестан. На встрече с представителями СМИ глава Миннация рассказала о работе ведомства и о проектах на текущий год. Подробнее материали отекат Магомедовой. Глава Миннация отметила, что в России наступило понимание важности национального положения страны и вопросов, связанных с ней. Для цельности и сохранения государства, в связи с чем возглавляемая ею министерство последние годы начала особо активно работать в этой сфере. Начиная с 2012 года появилось несколько так называемых доктринальных документов, которые определили работу государства в этом направлении. К ним мы относим, конечно же, в первую очередь важнейший для нашей деятельности документ. Это стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 1925 года. Стратегия предшествовала несколько программных статей президента. Прежде всего, это статья 12-го тоже года. Россия национальный вопрос. По результатам уже сформированной стратегии еще несколько шагов было предпринято. Был принят план реализации стратегии. Был подготовлен такой очень важный документ, как федеральная целевая программа укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народа в Дагестане. Был создан совет по делам национальности при президенте Российской Федерации. Она считает, что соответствующее завершение этих важнейших действий документов это создание в 2015 году Федерального агентства по делам национальности. Начиная с 2012 года до сегодняшнего дня органами государственной власти, как федеральными, так и республиканскими, было сделано все, чтобы создать не только теоретическую базу для деятельности в этом направлении, но и предпринять определенные практические шаги. Вот на этом соединении теории и практики и строится работа нашего министерства. Кроме того, Гамалей подчеркнула, что перед министерством стоит и много других невидимых задач. Министерство является уполномоченным органом, координирующим деятельность республиканских министерств и ведомств в области внешних отношений. Важным направлением деятельности министерства она также назвала взаимодействие с институтами гражданского общества и общественными организациями. Очень важное направление – это, конечно, взаимодействие с институтами гражданского общества, с общественными организациями. Мы работаем прежде всего с так называемыми общественно-политическими организациями, общественными, не партиями, а именно организациями. И положением у министерств нам определено взаимодействие с общественными организациями, которые имеют как объект уставной деятельности именно сферу национальных отношений.